МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Витаю наших глядачей на АТВ. Сегодня мы продолжаем цикл передач парады психолога. И сегодняшнюю программу я хочу начать словами глубокой мудрости из книги пророк мусульманского философа Халиля Джебрана. И женщина с ребенком на груди сказала, скажи нам о детях. И он ответил так. Ваши дети — это не ваши дети. Они сыновья и дочери жизни, заботящиеся о самой себе. Они появляются через вас, но не из вас. И хотя они принадлежат вам, вы не хозяева им. Вы можете подарить им вашу любовь, но не ваши думы, потому что у них есть их собственные думы. Вы можете дать дом их телам, но не их душам. Ведь их души живут в доме завтра, который вам не посетить даже в ваших мечтах, вы можете стараться быть похожими на них, но не стремитесь сделать их похожими на себя. Потому что жизнь идет не назад и не дожидается вчера. Вы только луки, из которых посланы вперед живые стрелы, которых вы зовете своими детьми. Мне очень нравятся эти слова, и они, как никогда, сегодня подходят к теме нашей передачи. А я напоминаю, что минулого разу у наших минулих программах мы обговорювали стосунки человеков и женок, стосунки в родине и как они впливают на наших детей. Сегодня мы эту тему продолжим. Оксана, я вас витаю. В нашей студии Оксана Кличко-Макаренко, практикуючий медичный психолог. И мы сегодня договорились говорить про то, «Чи можно выховывать идеальную дитину», так? Да, в некотором смысле. Мы говорили в прошлый раз о модели привязанности, о том, как она, точнее, какие модели они вообще существуют, как мы взаимодействуем со своими родителями, со своими партнерами и с окружающим миром в целом. И мы пришли к тому, что очень многие вещи у нас формируются именно в детстве. И я думаю, что у многих людей вследствие прошлой нашей передачи возникли мысли, «Ага, так вот это не я виноват в том, что со мной это всё произошло». Это всё мои родители. Да, это всё родители виноваты. И, может быть, даже кто-то там из них позвонил маме или папе и высказал что-то гневливое из серии, «А как вы могли? Вот вы вот так вот поступили». Сегодня хотелось бы как бы обсудить именно эту тему, насколько действительно виноваты или не виноваты родители в том, что происходит с детьми впоследствии, в том, что у нас формируется именно такая модель привязанности. И как попытаться, возможно ли что-либо с этим сделать, чтобы изменить вообще, попытаться что-то с этим сделать. Если мы говорим о тех тенденциях, которые сейчас у нас существуют в системе воспитания, то можно сказать, что за последние 50 лет они претерпевают некоторые изменения. То есть если раньше была как бы в ходу очень распространена такая патриархальная модель, когда родители как бы рожали ребёнка для себя, и ребёнок считался их собственностью, и задача родителя была, собственно говоря, обеспечить ребёнка его естественные физиологические нужды. Родители его полностью контролировали, они принимали за него какие-то решения, они за него отвечали, они его всячески направляли, они могли очень активно влиять на его будущее. Диктували, куда идти, вчитесь и так дальше. Полностью, да. То есть начиная от учёбы, заканчивая браком, да, вот эти договорные браки. А за кого выходит, за кого нет. Да, да. Потом точно так же активно вмешивались в процесс воспитания потомства своих детей. Ну, в общем, очень много моментов таких вот именно, ну, диктаторских, да, в некотором смысле таких было. И в этом были как бы свои плюсы, свои минусы. То есть, понятное дело, что были допустимы многие вещи, которые сейчас у нас считаются неприемлемыми в процессе воспитания ребёнка. То есть, ну, я говорю конкретно про способы наказания. То есть там и изоляции физические, всякого рода наказания. Поставить на речку, взять реминет. Да, ну, мы все это знаем, как бы, те, кто через это не прошёл, но, по крайней мере, слышали о том, что так и было, да, там линейка по рукам и все такие вещи. Вот. Было в этом, конечно, очень много негатива, понятное дело, но в этом был и определённый позитив, потому что у ребёнка, скажем, единственный способ вырваться из этого всего, это было побыстрее повзрослее для того, чтобы уйти из-под опеки родителей и начать жить свою жизнь. И это, как бы, очень сильно стимулировало, то есть стать вот этим самостоятельным, самостоятельной единицей. То есть было достаточно мало причин оставаться ребёнком, находиться, ну, как бы, капсулироваться, да, в этой детской модели. Вот. Сейчас мы имеем абсолютно противоположную тему. То есть, ну, это как маятник, да, вот он был сначала откинут в одну сторону, потом он качнулся в прямо противоположную сторону. Сейчас у нас воспитание детей полностью построено на детях, о детях. То есть, если раньше считалось, что ребёнок — это такая зловредная единица, которую нужно постоянно контролировать, направлять, потому что если только их чуть-чуть отпустить, то они обязательно сделают какую-то гадость. Вот. То сейчас у нас наоборот. Ребёнок рождается в этом мире чистым, и мы должны учиться у ребёнка, исследовать за ребёнком и удовлетворять все его потребности. И вообще теперь у нас зловредной единицей являются родители, которые на самом деле ребёнка ограничивают и не дают ему развиваться. И всё у нас, ну, как бы вот, я же говорю, то есть из одной крайности мы уходим в совершенно другую крайность. Вот. И как бы на постамент мы возводим ребёнка, и родители, ну, иногда не родители, а семья, то есть это бабушки, дедушки, меняют в корне свою жизнь. То есть там бабушка уходит пораньше на пенсию, например, для того, чтобы ребёнка таскать по всем садикам, школам, кружкам и прочим. И прочим-прочим, по репетиторам. Вот репетиторы — это у нас вообще бич нашего времени. То есть у нас все дети ходят к репетиторам сейчас. Вот. Ну, то есть полностью кто-то из взрослых или, возможно, даже вся семья, вся среда, да, вся система, она как бы ложит свою жизнь, перестраивает структуру взаимоотношений полностью вот вокруг ребёнка или детей. То есть и мы дальше получаем как бы абсолютно, ну, противоположную ситуацию, когда у ребёнка огромное количество выборов, потому что ему вот ради него всё, ему предоставляется всё, ты только бери, а у нас с позиции, а у нас вот такого не было, мы не могли себе это позволить, а теперь мы можем. Вот. У родителей сейчас, ну, как бы, экономически ситуация поменялась. То есть если раньше было много детей в семье и родители много работали, ну, так, ну, жизнь была очень насыщена, да, такая загруженная, конечно, они не могли уделять столько внимания детям, как сейчас, то в данный момент времени мы имеем ситуацию, когда детей мало в семье и когда на этом одном ребёнке сосредоточено как бы всё. Вот. И это очень, как бы, ребёнка перегружает, во-первых, он является часто таким обескураженным от количества этих выборов, которые он делать не умеет, потому что вокруг него все танцуют, вся семья как бы вокруг него крутится и постоянно за него что-то делают. И очень велика, как бы… Вероятность. Вероятность и цена ошибки. И ребёнок это очень быстро понимает, потому что когда ты являешься такой хрустальной вазой, ради которой, ну, все пылинки сдувают и ради которой всё строится, то ты понимаешь, что… Ты не должен стратить. Если ты где-то… Должен соответствовать. Точно. То есть у нас получается такой перекос. Вот с одной стороны мы как бы тебе всё даём, и всё будет так, как ты хочешь, ты только выбери. А с другой стороны у нас очень большие ожидания по поводу собственных детей, потому что мы же в тебя столько вкладываем, ты должен обязательно оказаться в итоге гением, ну, или явно незаурядным каким-то человеком. И что мы отримываем в результате цьей вот такой… Мы получаем от невротизированного ребёнка. Детиноцентризм цей. Да. Вот есть… Сейчас в психологии появился такой термин, как «переродительство». То есть это как негативное проявление родительства, когда родители полностью концентрируются на своём ребёнке и полностью свою жизнь как бы ложат на плаху этого своего родительства. То есть нет своих интересов, нет своих нужд, нет своих каких-то там стремлений, нет своего какого-то развития. Всё у нас полностью концентрируется на ребёнке. Вот. И получается, что ребёнок невротизирован, он перенасыщен тем, что он имеет, он не может соответствовать ожиданиям взрослого, и поэтому он занимает позицию… Я тут лучше там на диванчике где-то полежу, и я вообще никуда двигаться не буду, потому что таким, как вы хотите меня видеть, я всё равно никогда не стану. Это либо слишком тяжело, либо я вообще этого не хочу, и он уходит в протест, да? Такой, ну, молчаливый протест. Это если… Либо ребёнок искренне пытается не расстраивать своих любимых взрослых. Ну, понятное дело, у ребёнка по умолчанию вложена вот эта вот задача как-то соответствовать ожиданиям взрослых. Мы об этом говорили, да? То есть… Подстроиться под ситуацию. Да. И он иногда не понимает вообще на самом деле, что от него требуется, просто вот он слышит и видит, даже если не говорят об этом, то есть он видит и понимает, что в него вкладывают очень много и ждут какого-то результата. А такие родители, вот они, те, которые вот в переродительстве, да, в системе идеального родителя находятся, что вот я должен дать ребёнку всё, вот есть вот эта галочка где-то в голове, да, и они пытаются соответствовать этому придуманному образу идеального родителя. Вот. Они очень тревожно смотрят на своего ребёнка. Каждый раз, когда они что-то делают, у них вот это есть опасение, а не смогу ли я этим своим действием ему как-то навредить, не травмирую ли я его и так далее. Вот. И ребёнок это считывает, и он хочет быть хорошим, и он хочет соответствовать ожиданиям, и он начинает играть и изображать из себя счастливым, когда он этим человеком счастливым не является. Вот. И в какой-то момент он устает от этого, и он просто вот, ну, замыкается, уходит в себя. Или наоборот, вот постоянно пытается показать, что ну вот я же хороший, да, вот я же делаю правильно, то есть ну как бы вот подстроиться под эту систему, да, быть таким, как от него ждут. Либо есть третий вариант. Если ребёнок достаточно сильный, вот внутренне, да, то есть он может уйти в категорический протест, и тогда мы имеем ситуацию, знаете, как в сказке, вот когда баба Ягая Ваню пыталась засунуть в печку, а он там в распорку становился, и вот нет. Вот здесь, ну как бы, ребёнок тоже может уйти в это состояние и сказать, нет, я не буду таким, как вы меня хотите видеть, то есть я не буду вот этим шаблонным, идеальным мальчиком или хорошей девочкой, вот, я там буду каким-нибудь неформалом, готом, там, кем угодно, я буду вести себя плохо просто для того, чтобы отстоять эту свою самость. И мы имеем ещё такой, как бы, негативный момент в этом, ну таком вот отношении к детям, да, то, что раньше, когда мы говорим про вот эту, патриархальную такую систему воспитания детей, это всё шло через какую-то грубость, насилие, ограничения, да, там, изоляцию ребёнка, там, и так далее, ну то есть такие, как токсичные способы воспитания, то сейчас мы имеем другое. То есть сейчас у нас говорят о том, что детей бить нельзя, там, к ним вообще дотрагиваться нельзя, то есть максимально там ребёнок. Но каким-то образом родители же всё равно пытаются корректировать воспитание и поведение ребёнка. И они это делают через манипуляцию, манипуляцию часто эмоциональную. То есть мы приходим к тому, что вот мама расстроена или папа сегодня очень устал, а вот ты тут ещё, значит, пытаешься там что-то делать и тем самым расстраиваешь его ещё больше. Или вот, ну, посмотри, там, маме очень тяжело, да, а вот ты тут ещё вот так вот себя ведёшь. Выкрукать про выну, да? Да. Чутья про выну. Да. И получается, что когда раньше ребёнок в какой-то момент попадал там под горячую руку или ещё что-то, то его там незаслуженно наказывали или даже если заслуженно наказывали и ставили там в угол. И это хотя бы давало возможность ребёнку каким-то образом выразить свою агрессию в ответ. То есть даже если это не проявлялось вербально или физически, но он, по крайней мере, стоя в углу мог там подумать про папу всё плохое, и тем самым как бы он отстаивал вот эту свою автономность, да, то есть он формировал собственную самость, собственную Личность через это. То здесь, когда тобой манипулируют, давят на жалость и давят на чувство вины, то есть это входит настолько глубоко, что ребёнок перестаёт в какой-то момент понимать, а где он, а где родители. То есть манипулировать эмоциональной частью проще, но последствия после этого как бы значительно страшнее для самого ребёнка, потому что ребёнок в какой-то момент перестаёт понимать, а кто он такой. Ну то есть точнее он не перестаёт, он просто не доходит до этого. Он не формирует вот это вот понятие, где есть я, да, где есть мои желания, а где есть желания и ожидания других людей. То есть он в какой-то момент понимает, что из него растят что-то, но вот принимать решение за себя, чувствовать себя, ну оценивать свои эмоции в принципе и так далее, он не может, он не знает, чего он хочет, он не знает, к чему он стремится. То есть он живёт как бы вот по наставлению и указке родителей, понимании того, что он всегда должен соответствовать чьим-то ожиданиям. Это какие-то ложные там желания, ложные цели, ложные стереотипы и так далее. То есть он, ну, по сути, проживает чужую жизнь. И потом он доведётся ему разбираться уже в своём дорослом житте, и это будет надзвичайно сложно, мабуть, да? Ну, психотерапевты будут благодарны родителям, конечно. И не каждый сможет усвідомить, что с ним не так, и будут ци комплексы, да? Комплексы... И может, хворобы навіть какие-то, нет? Психосоматика, если брати. Если человек не понимает, чего он хочет, может там как-то несвідомо, это может отображаться на состоянии здоровья? Дело в том, что все наши эмоциональные проблемы, они так или иначе, рано или поздно, у нас выражаются в теле. Понятное дело, что это у всех по-разному, у детей, кстати, это более ярко выражено, потому что ребёнок, в принципе, существо более эмоциональное, чем логичное, если мы говорим, в частности, вот дети, которые до 7 лет, да? Вот, поэтому, конечно, но если мы говорим вот про совсем маленьких детей, то дети часто могут пытаться, опять-таки, таким образом соответствовать ожиданиям родителей. То есть родители, если хотят видеть ребёнка подконтрольным, удобным, домашним, то ребёнку выгоднее болеть, да, для того, чтобы вот дать родителям возможность о себе дополнительно заботиться, тревожные мамы. Или наоборот, если родители, скажем, много уделяют внимания работе, их часто нет дома, то ребёнок может таким образом как бы на себя переключать внимание дополнительно, для того, чтобы притянуть, да, этого ребёнка, родителя к себе. Ну, то есть психосоматика — это всё понятно. Вопрос больше заключается в том, а где же найти, собственно, эту золотую середину и каким образом не уходить не в этот перекос, который вот был раньше, про патриархальную семью, когда я тебе сказал, ты будешь делать то, что я хочу, твоё мнение меня не интересует, ты как бы являешься моим движимым имуществом таким, ну, то есть твоя жизнь, она мне полностью подконтрольна, я имею право делать с тобой всё, что мне нужно. Вот. И не уходить, опять-таки, в эту модель вседозволенности, которую мы имеем на данный момент сейчас, когда ребёнок, по сути, является центром семьи и управляет этой семьёй, потому что очень часто люди приходят вот на консультацию, и когда они начинают рассказывать о том, что происходит в их доме, в их мире, мы получаем картинку, где, по сути, жизнью всей семьи управляет четырёхлетка или пятилетка. Это можно изменить? Конечно. Да, возникает вопрос, кто старший в доме, кто вообще взрослый, да? Вот. И оптимальным, наверное, в этой ситуации будет построение отношений в стиле, когда значимыми являются интересы всех задействованных людей, да, в этой системе. Насколько это сложно и насколько с этим впораются сучасные батьки? Ну, если мы возвращаемся вот к нашему разговору про привязанность, да, и мы говорили там про здоровую модель привязанности, родители должны обеспечить ребёнку возможность ещё развития, то есть давать какое-то поле для этого развития, в котором ребёнок сможет выполнять самостоятельно какие-то задачи решать, да, и приобретать при этом какие-то навыки. То есть не вмешиваться туда, не собирать за него пирамидку там, или, как у нас на курсах раннего развития, со всеми маленькими детьми, очень часто вот задание, которое даёт педагог, превращается в такую конкуренцию между мамами, а не между детьми, потому что эти мамы пытаются быстрее выполнить это задание, да, вот вроде как с помощью ребёнка, для того, чтобы поконкурировать с другими. Ну, в общем, такой абсурд, кого мы развиваем. И очень часто мы такую ситуацию имеем, как бы в повседневной жизни, когда родитель для того, чтобы ускорить процесс, он просто выполняет какую-то задачу за ребёнка, ну, ты справишься плохо или долго, в общем, давай побыстрее, я это сделаю побыстрее. Одночасное изнецинение дитины, можливостей дитины, да? И вот эта опека, опека. Да, и, ну, многие дети соглашаются, говорят, ну, а зачем, собственно, напрягаться, да, вот если всё это произойдёт и так без меня. То есть, смотрите, как мы развиваемся, ну, если в нормальных, живых отношениях, вот есть какие-то потребности ребёнка, которые родитель, в принципе, не способен удовлетворить полностью, дать ему столько, сколько ребёнку хотелось бы. И там это недостаточно внимания, недостаточно заботы или ещё что-то такое. И ребёнок, вот этот недостаток, да, который, дефицит вот этот, который образуется, он учится компенсировать самостоятельно. То есть быть самым одному и научиться играться в одиночестве, да, не за счёт ребёнка, то есть, ой, не за счёт родителя. Ну, какие-то вещи, какие-то свои потребности удовлетворять самому. Да, и вот этот вот лофт, который возникает, вот он является вот этой вот зоной развития нашего, да, вот она должна быть, потому что если за ребёнка делается всё и кружится вокруг него полностью, ему просто двигаться никуда не нужно. То есть он как в коконе, да, в таком оказывается. И задача родителя, как раз вот этот вот лофт создать, но он должен быть соразмерен возрасту ребёнка. В зависимости от возраста ребёнка нужно давать ему возможность для этого продвижения дальше. И чем старше становится ребёнок, тем эта зона развития, она должна, естественно, быть больше. То есть ребёнок должен сам научиться принимать решения, сам нести ответственность за эти решения, оценивать свои ошибки, проводить какую-то рефлексию. Он должен иметь возможность прийти всегда к родителю и, ну, как бы за помощью или советом, да. То есть вот эта вот зона, она должна быть открыта. Вот. То есть какой-то момент безопасности, какой-то уровень тыла там должен присутствовать. И таким образом мы развиваем ребёнке вот эту вот его самостоятельность, да, и понимание вообще того, на что он как Личность может претендовать. И когда он занимается этим исследованием в процессе того, как он это делает, он может найти как раз вот то, что его на самом деле интересует. И то, во что ему нравится и хочется вкладывать свои силы, не ожидая того, что это каким-то образом будет принято или не принято родителям. Ну, то есть родителям будет принято это по умолчанию. То есть мы учим в ребёнке слышать себя, свои потребности, свои желания, свои интересы. Основываясь именно на этом двигаться дальше, а не на том, что тебя ждут другие. Дуже глибоко, дуже складно, но про это нужно говорить и про это нужно рассказать, да, потому что, ну, зазвичай, в каком-то повседневном жизни, мабуть, не все на это концентруют увагу. Может, кто-то несвідомо и делает эти правильные вещи, но все-таки... Ну, я хочу вам сказать, вот напомнить эту вот сакраментальную фразу о том, что не воспитывайте детей, воспитывайте себя, они все равно вырастут похоже на вас. Все дело в том, что, да, вот эта вот наследовательность, желание подражать, да, и идти за, она в ребёнке встроена по умолчанию, так как бы задумала природа. Поэтому, да, ребёнок в первую очередь смотрит на родителей. И если родитель интересен сам себе, если у него есть какие-то увлечения, если он действительно... ну, вот термин такой есть, конгруентность, это когда мы о чём-то говорим, как бы в мир это несём, да, и чувствуем это на самом деле внутри, то есть насколько это соответствует. К форме содержания едины. Да. Насколько мы... Мы же можем воспитывать ребёнка и рассказывать о том, что тебе нужно учиться, причём обязательно, значит, по максимуму на 12 баллов, потому что потом ты пойдёшь в институт, и потом у тебя обязательно будет хорошая работа. При этом ребёнок может задать вопрос своему папе или маме. Папа, сколько у тебя образования? Он скажет два. А какую зарплату ты получаешь? Минимальную. Вопрос, зачем мне учиться, да? Если я вижу, что там дядя-слесарь без образования, или, не знаю, инструктор, какой-нибудь фитнес-инструктор, да, он получает значительно больше денег, не имея высшего образования в принципе, закончив там 10 классов. То есть вот это вот проконгруентность. То есть те идеи, которые мы несём, то, что мы думаем, и то, что мы получаем, и то, как мы на самом деле действуем. Дякую за эту тему. Что мы можем запропоновать нашим глядачам у наступной передачи? Я думаю, что есть смысл вернуться к отношению в паре и поговорить о том, каким образом влияет как раз появление ребёнка в семье, вот, и как мы можем выстроить взаимоотношения, имея вот ту модель привязанности, которую мы имеем уже по факту, то есть то ли это навсегда, то ли с этим можно что-то сделать и как-то корректировать, вот, и как бороться с теми ситуациями и кризисами, которые у нас возникают вот в процессе взаимодействия. Дякую. Я нагадаю нашим глядачам, сьогодні ми обговорили в черговой передачі паради психолога те, чи можливо виховати ідеальну дитину в ідеальній родині. Дякуємо за увагу і чекаємо вас на нашу наступну передачу. Дякую. 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 Субтитры подогнал «Симон»